Смотрите, есть две вещи, которые вы можете сделать. Во-первых, вы можете скачать и установить сам по себе R и RStudio, либо вы можете использовать сайт, который называется RStudio Cloud. Давайте я попробую RStudio Cloud включить. Там был какой-то бесплатный тариф. Давайте я вам покажу. Если у меня сейчас загрузится. Давайте я попробую тоже его использовать, чтобы быть в той же среде. Скорее всего, у меня тут есть аккаунт. Значит, вы можете сделать sign-up, зарегистрироваться. Сейчас посмотрим, что-то... Вышкинский интернет в последнее время работает ужасно плохо. Сейчас посмотрим, смогу ли я... Ну, вроде бы там можно скачать, если ничего не регистрируется. Скачать, да. Можно просто скачать RStudio и скачать R, и его поставить на свой компьютер. Собственно говоря, давайте... Нам дали именно этот алгоритм. В смысле, скачать и поставить. Ну, хорошо, да. Я просто не уверен, что все это сделали. Соответственно, если вы этого не сделали, то вы можете зайти в RStudio Cloud, там зарегистрироваться. Скорее всего, это будет быстрее, чем скачивать. Давайте я дам ссылочки, где можно все это скачать. Значит, R-project.org. Тут можно скачать сам по себе R. Где-то его можно скачать. Здесь большая кнопка Download. R-4.12. Ой, нет, это что-то тут страшненько. Вот, Download R. Вот отсюда. Значит, и RStudio – это оболочка для того, чтобы в нем работать. RStudio через приложение на condo-навигатор. Я думаю, что, скорее всего, скачается ровно то же самое. Я просто никогда не пробовал это делать. Значит, RStudio.com можно скачать отсюда. Давайте я попробую использовать RStudio Cloud, если он у меня когда-нибудь загрузится, чтобы не факт. Ну ладно. Давайте я начну все-таки показывать в обычном, в TR-Studio, которая установлена у меня на компьютере. Главное, что она выглядит абсолютно точно так же. Значит, это, собственно говоря, RStudio – это такая среда для работы с ARM. Ну, точно так же, как и Юпитер, то среда для работы с Python. На самом деле Юпитер можно использовать не только с Python, но и с ARM тоже. И я, правда, как-то почему-то предпочитаю все-таки с ARM использовать RStudio. И здесь есть некоторый аналог юпитеревских ноутбуков, которые называются R-ноутбук. И я сейчас как раз буду его использовать. Значит, вы можете в RStudio сделать new file R-ноутбук. Он, возможно, захочет в ответ на это установить какие-то пакеты. Тут с ним главное не спорить, а соглашаться. После того, как он пакет устанавливает, дальше все заработает. Соответственно, это самое RStudio выглядит таким образом, что вот здесь есть то место, где вы пишете код. Вот здесь вот это такая штука, в которой можно написать какую-то строчку и быстро ее выполнить. Такая командная строка, консолька. Здесь отображаются все переменные, которые в данный момент определены. Вот здесь отображаются картинки или еще что-нибудь, или справка, в общем, некоторое вспомогательное окошко. Ну, давайте я, может быть, попробую рассказывать более-менее сначала про R. То есть тоже поговорим про типы данных, то, что мы обсуждали в Python. Но я надеюсь, что я чуть-чуть побыстрее про это расскажу. Во-первых, вот в этих R-ноутбуках, в отличие от юпитерского ноутбука, который состоит из отдельных ячеек, вот этот R-ноутбук – это просто текстовый файл, и в нем могут быть вкрапления кода на R. Кстати, не обязательно на R, он тоже такой многоязычный теперь. И для того, чтобы вставить такую ячейку, можно, ну, во-первых, можно нажать на эту кнопку, а во-вторых, можно просто склавиатуру написать, нужно написать три обратных кавычки. Обратные кавычки лежат под кнопкой Escape, потом закрыть эти три кавычки. Значит, после трех кавычек должно быть R в фигурных скобочках, потому что это именно R-овский код. И дальше здесь возникает ячейка исполняемого кода, и я могу выполнить то, что в ней находится. Ну, вот у меня под маком для этого нужно нажать Command-Enter. И вот видно, что 3 плюс 2 равняется 5. Это первый результат, который мы сейчас получили. Значит, вот здесь вот слева отображается такая единичка. Я думаю, что это за единичка чуть попозже будет понятным. У нее есть некоторый смысл. Что касается арифметики, R не слишком сильно отличается от Python. Единственное, R не слишком различает целые числа и числа с плавающей точкой. Например, если я сделаю число 3.0, то это то же самое, что просто число 3. Он там, возможно, где-то внутри и понимает, что... Ну, короче говоря, я не очень подробно разбирался с системой типов R. Но со всех практических точек зрения число вещественное и число с плавающей точкой с числом целой в R одинаково. Давайте поговорим про переменные. Значит, в R переменные устроены похоже на Python в чем-то. Синтаксически в R переменные создаются с помощью оператора присваивания, который, в отличие от Python, в R есть несколько способов присвоить значение переменной. И канонический способ, который там прописан во всяких инструкциях, состоит в том, чтобы использовать такую стрелку влево. Она делается так. Вы набираете знак меньше, а потом ставите минус. Ну вот у меня просто здесь сейчас установлен некий специальный шрифт, который мне отображает такую комбинацию символов в виде такой более красивой стрелки влево. Но на самом деле это не какой-то специальный символ, а это именно знак меньше, а потом минус. Вот. Значит, ну вот я сейчас создал переменную x, и, собственно говоря, теперь можно посмотреть, что вот она. Вот она и тут и есть. Переменная x в значении 10. На самом деле я довольно часто буду, скорее всего, сбиваться вот в такое обозначение, а именно использование просто знака равно для того, чтобы присваивать значение переменным. Кажется, с точки зрения R никакой разницы, по крайней мере, в этом контексте нет. Есть контексты, в которых разница есть, но в этом контексте, кажется, без разницы. Тем не менее, как правило, когда вы видите код, написанный на R, он использует именно вот такую стрелочку. Стрелочка еще приятна тем, что ее можно ставить в разные стороны, то есть в отличие от питона, где присваивание происходит обязательно справа налево, в R можно сделать что-нибудь вот в таком роде. Значит, написать 2 плюс 3, потом поставить стрелочкой Y. И это тоже способ создать соответствующие переменные. Вот, как скажите, удается воспроизводить то, что я сейчас пишу? Есть какие-нибудь технические проблемы? Илья, вы где берете кавычки, которые перед R фигурно-сколках стоят? Значит, я их беру под кнопкой Escape, там, где буква Y в латинской раскладке. Но, в принципе, идеологически правильный способ – это, на самом деле, использовать какое-то сочетание клавиш, которые я всегда забываю. А, вот, вспомнил. Значит, у меня на Mac это Command Option E, который вставляет вот эту штуку автоматически. Можно просто воспользоваться меню и посмотреть, как это делается. Вот здесь вот есть меню Code, в котором есть пункт Insert Chunk. И тут написано, какая комбинация клавиши его вставляет. Ну, или можно использовать вот эту кнопочку. Вот, еще вопросы? Хорошо. Ну, давайте теперь поговорим про что-то более замысловатое. Значит, в R есть некоторый тип данных, который и похож, и не похож на питоновский список. Значит, этот тип данных называется вектор. И создать вектор можно с помощью функции C. C происходит от слова concatenate. Так, я вижу несколько вопросов в чатике. Давайте посмотрим, я попробую выполнить ваш код. У меня присвоился. Татьяна, может быть, вы... Может быть, у вас... Вот этот вот левый знак больше, это вы скопировали из консоли или это часть вашего кода? Ну, я сама написала. А, сейчас, нет. Вот если вот написать просто... Вот если вот такую вот штуку написать, вот прям вот так. Срабатывает, нет? Нет. Вот ровно вот такой код, он выдает ошибку? Да. Интересно, а можете скриншот прислать? Потому что я не могу понять, почему он ругается. Зерно. Непонятно. Так, расскажите, как переименовывать файл. Не совсем понял. Переименовать в смысле вот сохранить тот файл, с которым мы сейчас работаем? Или какой файл переименовать? Тот файл, с которым мы сейчас работаем, можно просто... Чтобы ему дать какое-то имя, его нужно просто сохранить или сделать вот save as. И как-нибудь давайте, давайте мы его как-нибудь назовем. Firstclass.rmd. Вот, все, сохранил. Вот. Хорошо. Ну что, закончились вопросы, едем дальше. Давайте дальше смотреть. Значит, итак, я говорил про векторы. Вот я сейчас создал вектор, который состоит из трех чисел 3, 15 и 3. Давайте повеселее прибудем. 3, 15 и 30. Давайте его положу в какую-нибудь переменную. Хорошо. И дальше с ним что-нибудь буду делать. Значит, ну, в какой-то мере это аналог питоновского списка, но не совсем. Ну, давайте я сначала покажу, в какой мере аналог. Например, мы можем обращаться к отдельным элементам этого списка. Можно это делать тоже с помощью квадратных скобок, точно так же, как в питоне. Но единственная важная разница, что Arr, в отличие от питона, нумерует элементы с нуля. Поэтому, если у вас вектор вот такой, 3, 15 и 30, то век 2 – это число 15. Значит, ну, это не единственная разница. На самом деле, важное отличие состоит в том, что в питоновском векторе все элементы должны быть одного типа. То есть, например, если я создаю вектор, который состоит из чисел и строк, то Arr сделает вот такую вещь. Как видите, он превратил все числа, превратил в строки. Ну, потому что числа в строки можно превратить, а предвольную строку в число превратить нельзя. Поэтому он как бы пытается их сконвертировать к какому-то такому типу, к которому может. Но видно, что тип должен быть одинаковым. И это важное отличие. Операции с векторами в Arr устроены не совсем так, как в питоне. Например, вот, например, сположим, что у меня есть два вектора. И если я их пытаюсь сложить, то это не конкатенация, как в питоне, а это здесь поэлементное сложение. Вообще, в отличие от питона, Arr очень, ему это очень свойственно, что операции, которые вы делаете с вектором, они, как правило, выполняются именно по элементу. То есть, вот какие-то привычные операции типа арифметики и не только. Если у меня есть два вектора, если для них, естественным образом, определена какая-то поэлементная операция, то, как правило, именно она и запустится, если вы напишите что-нибудь вроде один вектор, потом операция, потом другой вектор. Вот. Ну, это иногда бывает очень полезно. Сейчас мы увидим, почему. Да, значит, я напомню, что в питоне были такие срезы, которые позволяли из вектора, точнее, из списка выбирать какие-то кусочки. В Arr такое тоже есть, только работает оно немножко по-другому. Дело в том, что, ну, допустим, я говорю, что я хочу выбрать элементы со второго по четвертый из вектора век, ну, и видно, что это срабатывает. Значит, в отличие от питона, в Arr срезы устроены так, что и начало, и конец включаются. В данном случае это вот этот элемент, вот этот элемент и вот этот элемент. Они все были включены. Но механизм того, как это работает, он не такой, как в питоне. В питоне это специальная некоторая синтактическая конструкция, специальный объект под названием срез. А в Arr на самом деле логика немножко другая. Если я просто напишу 2.4, то это способ, это как бы местный аналог range. Это способ сгенерировать вектор, у которого числа идут просто 2, 3, 4 в данном случае. С задным началом, с задным концом. И на самом деле, если вы хотите, вы можете выбрать не обязательно подряд идущие элементы, а в общем, какие угодные элементы выбрать из вектора, если вы ему в квадратных скобках передаете номера этих элементов. Вот видно, что я сейчас попросил из вектора век выбрать элементы 3, 1, 2, 3, 6. То есть элементы с этими индексами. Вот третий, вот она, эта двадцатка. Вот первый, вот она, эта десятка и так далее. Как видите, здесь эти элементы могут даже повторяться. Вот, давайте сделаем чего-нибудь веселенькое. Давайте сделаем длинный вектор. В данном случае вектор, который содержит все элементы, все целые числа, давайте от 2 до 500. От трех до 500. Отображается он вот так. Как вы теперь думаете, что означают вот эти чиселки? Возможно, количество уже напечатанных чисел. Действительно, это просто номер первого элемента, который напечатан в этой строке. Как можно догадаться из этого вывода? Ну, и, собственно говоря, теперь становится понятно, что такое вот эта единичка. Дело в том, что R, в отличие от Python, вообще не различает одинокостоящее число. Вот такое. И вектор, единственным элементом которого является это одинокостоящее число. То есть вот эта штука и вот эта штука – это одно и то же. Ну, и поэтому, собственно говоря, вот в этом вот output, который мы здесь видим, он постоянно начинается с единички, потому что это первый элемент. Ну, как правило, он же единственный. Ну, если вы написали что-то такое коротенькое. Вот. Ну, хорошо. Давайте я покажу еще одну штуку. Значит, у меня есть вектор. И давайте предположим, что я из этого вектора хочу выбрать все числа, которые были бы больше 20-ти. Если бы мы были в Python, то нам пришлось бы там делать какой-то цикл, делать какое-то сравнение, использовать какой-то if. А в R это можно сделать попроще. Можно сделать вот так. Значит, я после век в квадратных скобках написал условие век больше 20. И получил ровно те элементы, которые удовлетворяют этому условию, которые принадлежат моему исходному вектору и удовлетворяют этому условию. На самом деле, тут полезно вообще поговорить про проверку условий. Мы до этого еще в Python не дошли. Но, в принципе, это не очень сложно. Значит, если вы пишете какое-нибудь условие, допустим, выполняете операцию сравнения, то результатом этой операции является так называемая булевская величина. А именно эта величина, которая принимает значение либо true, либо false. В данном случае я спросил, правда ли, что 3 больше 2, и получил в качестве ответа значение true. Надо сказать, что вот эти операции, всякие такие логические операции, это, в общем, в некотором смысле, это просто еще некоторый набор арифметических операций. Давайте я приведу еще несколько примеров. Допустим, можно сравнивать, правда ли, что 3 равно 3. Значит, операция сравнения, в отличие от операции присваивания значения переменной, обозначается двумя знаками равенства. Ну, вот у меня с моим шрифтом получается такое длинненькое равенство. А это ровно, чтобы отличать его от приравнивания значения к переменной. Это совсем другая операция. Значит, опять же, результат может быть true, а может быть false, если... И если результат сравнения... То есть, если это неправда. Вот. True и false – это вполне какие-то честные значения. Ну, вообще в разных языках программирования такие значения бывают. На самом деле... На самом деле... На самом деле true – это единица, а false – это ноль. Ну, примерно. По крайней мере, в арифметических операциях они ведут себя именно так. Это иногда бывает очень полезно. Теперь давайте вернемся к вопросу о вот такой вот штуке. Значит, век от век больше 20. Как вы думаете, что здесь происходит? Ну, логично, что сначала выполняется то, что находится внутри скобок. То есть, выполняет вот этот век больше 20. Как вы думаете, что является результатом этой операции? Вектор с элементами, которые больше 20? С номерами элементов, которые больше 20? Нет, не с номерами. Ну, может быть, векторы болевых переменных true или false для каждого значения? Да, это верно. Смотрите. Дело в том, что, как я уже сказал, операции с векторами происходят по элементам. Это верно, если вы, допустим, у вас есть два вектора одинаковой длины, и вы с ними пытаетесь их сложить или что-нибудь в этом роде. Но это верно и для других случаев, когда операция понятным образом определена. Например, вот так можно увеличить на единицу все элементы в векторе век. Соответственно, операция сравнения с числом 20 – это тоже частная арифметическая операция. Ее результатом является, вот если у меня слева стояло бы одно число, то результатом было бы либо true, либо false. Значит, если слева стоит целый вектор, то результатом является снова вектор, у которого элементами будут true или false в зависимости от того… Ну, вот как бы я каждый элемент вектора век… Давайте я сейчас его еще раз выведу, чтобы было видно. Каждый элемент вектора век, и я сравниваю с 20, и, кстати, получаю либо false, либо true. Да, смотрите, значит, если вы пытаетесь установить какой-то пакет, и вам выдается ошибка типа «какая-то директория is not writable». Вы можете этого… Значит, это можно как-то преодолеть, но в каждой конкретной ситуации, кажется, приходится разбираться отдельно. Кажется, короткий способ состоит в том, чтобы где-то прописать… Сейчас, давайте посмотрим, может быть, это просто в настройках R можно где-то это прописать. Непонятно. Значит, можно… Да, значит, дело в том, что RStudio пытается писать туда, куда она не имеет права. Можно, конечно, ее открыть от имени администратора. Это, как правило, плохая идея с точки зрения… Такая концептуально не очень правильная идея. Все-таки предполагается, что вы не будете работать с правами администратора, с программами, которые, в принципе, этого не требуют. Но в качестве некоторого временного решения можно. По идее, в RStudio, точнее, в R можно прописать, в какие именно пути она будет устанавливать все библиотеки. Но это приходится делать то ли где-то там в переменных окружениях среды, то ли еще где-то в настройках RStudio. Но вот я сейчас не нахожу этого быстрого настройка RStudio. Возможно, что это нужно прописывать где-то в системе. Ну, в общем, короче говоря, если с этим возникнут проблемы, то напишите мне, я помогу. Вот это вот тут где-то. Вот. Хорошо. Давайте поедем дальше. Так вот, значит, теперь смотрите. Оказывается, что если у меня есть какой-то вектор, и ему можно в качестве той штуки, с помощью которой я выбираю, какие элементы мне забрать, можно передать тот же вектор, который состоит из булевских значений. Ну, вот, например, у меня сейчас был изначальный вектор из 1, 2, 3, 4, 5, 6 элементов. Я ему передаю вектор, новый, состоящий из булевских значений. И он выбирает мне те элементы, которым соответствует значение true вот в этом вот индексном векторе. Ну, и теперь должно быть понятно, как работает вот этот код. Значит, у вас сначала выполняется вот эта операция, она возвращает вектор из true и false. А потом, ровно на тех местах, на которых написано true, ровно из этих мест выбираются элементы при создании нового вектора. Вот. Давайте я покажу что-нибудь миленькое. Можно опрос? Давайте, да. Но ведь у нас вы сказали, что true и false, они иной эквивалент на 0 и 1. Ну, это не совсем эквивалент. Они в арифметических операциях ведут себя как 0 и 1. А вот здесь вот r понимает, что это не 0 и 1, а именно true и false. И в связи с этим он... Вот если бы вместо true и false были бы 0 и 1, то поведение было бы другое, это правда. Я просто именно это и сделал, и получил как бы другое поведение. Да, 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 все правильно, да. И неправда, что true и false – это буквально 0 и 1. Значит, в арифметических операциях они ведут себя как 1. Спасибо. Это иногда бывает полезно, потому что, вот смотрите, представьте себе, что у меня, например, такая история. Вот, допустим, я хочу посмотреть, у меня есть какой-нибудь... У меня есть какой-нибудь вектор с числами. И я хочу посмотреть, какая доля этих чисел, например, скажем, больше 100. И это можно сделать очень просто. Можно сначала выделить те числа, которые больше 100. Ну, в принципе, есть два подхода. Первый подход состоял бы в том, чтобы просто сделать вот так. Выделить те числа, дальше получить длину этого вектора, и дальше ее поделить на длину исходного вектора. Значит, чтобы получить длину, здесь в R используется функция length, а не length, а не length, как в питоне. Вот, но это такой длинный способ. А короткий способ такой. Можно просто получить вектор из true и false, а потом от него взять среднее значение. Функция min вычисляет среднее значение некоторого вектора, ну, просто обычное арифметическое среднее. И в данном случае, если у вас вектор состоит из true и false, или что-то же самое, состоит из ноликов и единичек, то его среднее значение – это в точности процент единичек, доля единичек. Поэтому результат получается таким же. Да, вообще, R изначально делался как язык для какой-то статистики, точнее, переделывался из другого языка. И в нем есть много всяких статистических функций. Есть всякие, например, штуки, которые позволяют генерировать случайные числа. Сейчас, значит, вы сейчас на втором курсе, и у вас сейчас началась теория вероятности, правильно понимаю? Да. А случайных величин у вас еще не было, нибудь, на теории вероятности. У вас там были какие-нибудь баррельские сигмоалгебры. Мы сказали, что все не просто со случайными величинами, и надо аккуратненько определять, что это вообще такое. Да, ну хорошо. Ну, а давайте я покажу каких-нибудь… Значит, допустим, у меня есть… Я могу нагенерировать сейчас каких-нибудь величин. Допустим, вот такая команда генерирует случайные числа, распределенные на отрезке от нуля до единицы, и она их мне нагенерировала в 100 штук. И можно… Давайте что-нибудь… Давайте как-нибудь визуализируем эту картинку. Знаете, что такое гистограмма? Весьма нет. В виде столбиков. Ну, да, в принципе, есть разные картинки, которые позволяют… Разные картинки, где используются какие-то столбики. Конкретно гистограмма – это штука, которая визуализирует распределение чисел. То есть в данном случае мы нагенерировали у меня numbers. В numbers содержатся числа от нуля до единицы. И гистограмма – это такая штука. Я разбиваю отрезок от нуля до единицы на какое-то количество отрезочков поменьше, и считаю, сколько у меня точек попало на каждый из этих маленьких отрезочков. И в зависимости от количества точки я рисую прямоугольник, высота которого равна количеству точек, которые попало на этот отрезок. То есть давайте я сейчас эти точки, может быть, нарисую прямо. Не хотят они рисоваться. Почему? Ну хорошо, он не хочет их рисовать на одной и той же картинке, а может быть, тут можно сказать что-нибудь типа вот так. Это нельзя. Ну ладно. Две картинки, тык, две картинки. Значит, вот я сейчас нарисовал отдельные точечки, то, как они у меня, то, как у меня эти числа распределились. Но понятно, что по этой картинке довольно трудно что-то понять, а гистограмма гораздо приятнее. Но, в принципе, здесь вот на этой картинке тоже видно, что вот здесь у меня так получилось, что здесь вот у меня какое-то скопление точек, и здесь тоже какое-то скопление точек. И вот на гистограмме тоже видно, что вот этот столбик выше, чем остальные соседние, и вот этот столбик тоже выше, чем соседние. Гистограммы используются для того, чтобы показать распределение каких-то чисел. То есть если, например, представить себе, что у нас эти числа – это какие-нибудь, допустим, возраста людей, то как должна выглядеть гистограмма? Допустим, я взял, пришел… Ну, как елочка такая. Да, ну, если я просто беру случайных людей с улицы, то она должна там выглядеть как-то там. Не бывает людей старше 120 лет, не бывает людей меньше нуля лет, и как-то между этими значениями как-то возраста распределены. Вот. Давайте я просто… Значит, вот это я сейчас… Можете сейчас сказать, что такое рэп от нуля до 100? Да. Значит, рэп – это штука, которая просто повторяет данное значение или данный вектор. В данном случае я просто сказал, что я хочу нарисовать… Ну, вот я захотел нарисовать вот такую картинку. То есть я захотел нарисовать точечки, у которых иксовые координаты – это вот этот мой numbers, а y-ки были бы просто нулями. Ну, и вот чтобы создать нужное количество нулей, я сделал… Вот использовал функцию рэп. Рэп от слова repeat. То есть эта функция выдает такой массив, в котором рэп просто… Да, да, да. Вектор – вектор, состоящий из нуля в данном случае. Собственно говоря, всегда можно посмотреть. Вот здесь не обязательно один элемент, можно, например, сделать вот так. Иногда будет полезно. То есть если у меня здесь вектор, то он будет просто повторен столько раз, сколько здесь сказано. А можете вот еще раз показать функцию рандома? Да, значит, я использовал функцию runif. Это функция, которая генерирует вещественные числа. Как говорят, распределенные равномерно. Но вот утверждение о том, что они распределены равномерно – это утверждение про вот эту гистограмму, что если я этих чисел сгенерирую очень много, давайте я их возьму не тысячу, а десять тысяч. И давайте посмотрим, как выглядит гистограмма в этом случае. Ну, вот видно, что она такая, почти горизонтальная. Ну, хорошо, если они не совсем горизонтальны, давайте я нарисую миллион чисел. А, нет, это не миллион, все, сто тысяч. Давайте миллион. И нарисую гистограмму для миллиона. Ну, пожалуйста. Это равномерное распределение чисел на отрезки. Равномерное означает, что на любой маленький отрезок попадает одинаковое количество чисел, если у этого отрезка фиксированная длина. А могу сгенерировать не равномерные распределенные числа, а из какого-нибудь другого распределения. Допустим, из нормального распределения. Давайте сгенерируем миллион чисел. Давайте нарисую их. Ну, вот, пожалуйста, картинка с нормальным распределением. Возможно, вы такую уже где-нибудь видели. Ну, или если не видели, то точно увидите в ближайшее время на теорию вероятностей. Значит, нормальное распределение. В нормальном распределении числа могут принимать какие угодно большие или маленькие значения. Собственно говоря, давайте посмотрим. Видите, но никаких естественных границ нет. Теоретически величина из нормального распределения может быть какой угодно любым вещественным числом. Но видно, что числа, которые сильно отклоняются от нуля, скажем, чтобы они отклонялись от нуля больше, чем там на три, практически нет. Ну, это вот так. Так это самое нормальное распределение устроено. Вер, а можно вопрос? Фактически у нас же, ну, у всех чисел, у них ровно столько знаков, поскольку он нам пишет. То есть как бы... Нет, их больше. Он с какой-то... Их больше, то есть... Да, он их как-то округляет. Но он же умеет, он же не может прям... Или он может прям бесконечные числа придумывать? Нет, бесконечные не может. Нет, это, конечно, все какое-то приближение. То есть, например, если я возьму число, допустим, если я попрошу сгенерировать у меня случайное число, да, одно, а теперь возьму это случайное число и буду... Давайте я сделаю такую штуку. Давайте я это случайное число буду удваивать. Допустим, буду я его удваивать, скажем, тысячу раз. Значит, цикл for в r устроен примерно так же, как в питоне. Разница состоит в том, что нужно явно писать скобки вот здесь вот. То есть у меня сейчас for i in 1, 2, 1000, и это все выражения взяты в скобки. И дальше нужны фигурные скобки, чтобы показать начало и конец блока. И давайте я это число буду каждый раз удваивать. Ну и давайте я его буду писать каждый раз. Как вы думаете, что я сейчас получу? Давайте только не удваивать, а давайте, если я буду его удваивать, то у меня будет переполнение. Давайте я буду делать вот что. Я буду удваивать, но при этом, если оно оказывается больше единицы, то я целую часть буду отбрасывать. Давайте я скажу, что это... Вот такая штука. Нет, не такая штука, наоборот. В идее вот это число минус int от вот этого числа. Ну да. Не надо просто взять остаток отделения на единицу. Да, можно взять остаток отделения на единицу. Я не помню, работает это так var. 3, 2... Вспомню бы еще, как остаток var работает. Так что... Нет. А, вот как он работает. Хорошо. Ну ладно, в принципе, то, что я написал, тоже должно сработать. Да. Значит, это я беру как бы дробную часть от x умножить на 2. Как вы думаете, что получится, когда я в этот код запущу? У меня получилось очень много нулей. Да. Сначала это число какое-то есть, есть, есть. И оно каждый раз удваивается и вычитается единицей, если мы превосходим единицу. А потом, начиная с какого-то момента, причем довольно быстро, начинаются нули. И какое бы число вы изначально не взяли, у вас всегда будет так. Дело в том, что... Ну, что такое число, вещественное число с точки зрения компьютера? Ну, это, грубо говоря, какое число вида 0, запятая... Ну, в данном случае у меня число меньше единицы. Значит, это число записано в двоичной системе исчисления, и которое устроено так. 0, запятая, а дальше какое-то конечное число ноликов и единичек. Я сейчас немножко упрощаю. На самом деле, вещественное число устроено сложнее и довольно хитро. Но в первом приближении так. И это означает, что когда вы такое число удваиваете... Ну, что такое, что означает, если у вас есть число в двоичной системе исчисления? Что означает его удвоить? Что за операция такая? Как она действует на запись? Ну, единички становятся ноликами и переносят единичку в следующий бит. А нолики как были ноликами? Справа 0. Справа 0 что прописать? На самом деле, да. На самом деле, умножение на 2, ну, это то же самое умножение на 2 в двоичной системе исчислений, это то же самое, что умножение на 10 в десятичной. То есть в десятичной системе исчислений, если у вас было число типа 0,123, 123, Если вы его умножили на 10, то это просто означает, что оно сдвинулось на одну позицию влево, и возможно, что 10 вместо нуля появилась единица. Но в двоичной системе числения то же самое. Число записано в двоичной системе числения, а то двоение просто сдвигается влево. А если мы еще и вот эту единичку будем каждый раз выкидывать, то произойдет следующее. У вас было изначально число, в котором было конечное количество ноликов и единичек. Если вы его несколько раз посдвигали влево, то начиная с какого-то момента там просто не останется никаких бит. Все биты просто останутся нулевыми. Вот что мы здесь и наблюдаем. Ну это так, лирическое отступление про вещественные числа в компьютере. Ладно, давайте еще одну вещь покажу на ту же тему. Ну так не должно быть, если мы в нормальной математике работаем. Это чисто ограничение компьютера, что он какой-то. Да, это ограничение компьютера. Ну вот смотрите, вот есть операция сравнения. А теперь давайте я сделаю вот такую штоку. И спрошу вас, что получится. В общем, фалс. Фалс, видимо. Да. Потому что 0.1 плюс 0.2 не равняется 0.3. Хотя, если вы попросите компьютер напечатать эти числа, то вы не увидите разницу. Но дело в том, что компьютер, ну вот когда вы пишете 0.3, на самом деле компьютер не знает, что такое 0.3. Число 0.3 невозможно записать в двоичной системе счисления, используя конечное число цифр. Это бесконечная периодическая дробь в двоичной системе счисления. Вот, например, 0.25 можно, а 0.3 нельзя. Поэтому, когда вы пишете 0.3, компьютер создает число, которое в двоичной системе счисления близко к 0.3. Но из-за того, что там возникают вот такие вот округления, в общем, оказывается, что 0.1 плюс 0.2 не равняется 0.3. Ну, собственно говоря, можно было посмотреть, давайте я подгляжу, как заставить R вывести мне больше значащих цифр. Никогда не помнил, как это делается в R. Сейчас на гуглю. Ну да, можно просто использовать sprintf. Да. Ну, вот как выглядит число 0.3. Давайте еще побольше цифру напишу. Вот так выглядит число 0.3 с точки зрения компьютера. Значит, sprintf – это такой способ печатать, начать генерировать строчки с заданным… Ну, в данном случае, я просто подставляю вот в эту строчку вот это число. А вот здесь вот используется некоторый специальный язык описания того, как это число нужно сформатировать. Это не только в R есть. Какое-то число, после запятой. Да, вот это вот 100 – это значит, сколько значащих цифр после запятой нужно нарисовать. Буква F означает float, число с плавающей точкой. Ну, это не аровская штука, это такая штука, которая пришла из C, она много где есть. В питоне есть некоторый аналог. Я про это еще поговорю. Ну, ладно, это мы отвлеклись. Давайте я, собственно говоря, сделаю некоторый рывок вперед и скажу пару слов по поводу работы именно с данными в R. Дело в том, что в отличие от Python, где для этого нужно использовать там специальные библиотеки, какой-нибудь Pandas, какой-нибудь NumPy, в R все работает из коробки. Правда, сравнительно недавно люди написали хорошие библиотеки, которые работают лучше, чем она работает из коробки. Но, скорее всего, сейчас они вам не понадобятся. Давайте возьмем какой-нибудь набор данных. Какой-нибудь... Сейчас вам какой-нибудь CSV файл пришлю. Так. Сейчас я вам пришлю CSV файл. Можно вопрос по этой теме? Давайте. Вот если вы сказали, что 0.3 нельзя представить в двоечной системе, а как тогда можно, словно в калькуляторе, работает это сложение? Оно работает точно так же, как и... Оно, в общем, работает точно так же, как и вот эта штука работает. Мы не замечаем, что что-то не то. До тех пор, пока мы не начинаем эксплицитно явно спрашивать компьютера, правда ли, что получилось 0.3. Дело в том, что компьютер достаточно аккуратно округляет эти числа, так что кажется, что ничего странного не происходит. Но, в принципе, если вам прям вот совсем нужно работать с десятичными числами, есть библиотеки, которые это позволяют сделать. Я не помню, какие-то библиотеки в R, никогда не пробовал в Python. Есть библиотека, которая называется Decimal, встроенная, которая реализует именно десятичные числа, а не двоичные. Ну, естественно, ценой того, что работает все это гораздо медленнее. Вот, смотрите, значит, я вам сейчас в Telegram скинул CSV-файл. CSV, это, если вы никогда не сталкивались, это файл comma-separated values. То есть это, в общем, обычный текстовый файл. Ну, давайте я даже покажу, как он выглядит. Вот, не пугайтесь содержания, это мы с коллегами из лаборатории лингвистической конвергенции изучаем... В общем, изучаем что-то странное. Вот, ну, в общем, файл CSV устроен таким образом, что это табличка, в которой каждая строчка в файле соответствует одной строчке в таблице, и записи разделяются просто запятыми. И это очень популярный даже не то чтобы формат, а такой способ записи данных, потому что форматы бывают немножко разные, бывают немножко разные диалекты, это comma-separated values. Вот, ну, в общем, он удобен тем, что его понимают все. Хороший библиотек – это Teddyverse, да. Вот, ну и давайте мы считаем сейчас этот файлик в систему. Значит, здесь нужно указать путь к этому файлу, но, в принципе, можно сделать... Сейчас, есть какая-то штука. Ну, я забыл, как она называется. Ладно, давайте я просто укажу путь к этому файлу. Значит, вы можете... То есть, если вы работаете в War Studio, то вы можете загрузить этот файл в рабочую среду, скорее всего, как-нибудь в имиду War Studio Cloud. А если вы работаете просто на своем компьютере, то, наверное, вы знаете, где вы в данный момент находитесь, в каком пути, и можете этот файл просто положить в этот самый каталог. Давайте я это сделаю. Ну, посмотреть, где я сейчас нахожусь, можно как-то вот так. Вот эта штука говорит, в каком каталоге я сейчас нахожусь. Ну, и давайте я просто сейчас сюда перенесу этот файл. Не открой его. Значит, если я сейчас попробую посмотреть на эту табличку, то она выглядит как-то вот так. Можно полистать ее. Значит, здесь больше столбцов, чем, кажется, на первый взгляд. Вот. И давайте посмотрим, что это у нас такое получилось. Значит, получился переменный, который называется... Откуда он знает название файла? То есть, вот тут вы пишете просто название файла с расширением. Я написал название файла с расширением, да, перед этим я этот файл положил в тот каталог, в котором я сейчас работаю. Можете путь прописать? Сейчас, а как вы его там положили? Командный или что? Ну, нет, я просто включил, ну, я это использовал командную строку, но, в принципе, я мог бы с тем же успехом запустить файндер. Виняки, просто оттуда-сюда прикинули. Да-да-да, просто положил. Ну, вот это просто путь к моему текущему каталогу, к моему текущему рабочему каталогу. Но, в принципе, если, в принципе, можно, можно было бы, кажется, вот сейчас. Environment, environment. Во, смотрите, здесь есть файл. Вот, я мог бы просто... Могу я сюда как-то загрузить файл, интересно. Ну, вот, можно, в принципе, вот здесь вот перейти в какой-то другой каталог с помощью вот этой штуки и сделать его set as working directory. То есть вы можете, вот, с помощью вот этого интерфейса перейти туда, где вы хотите работать. И после этого установить эту штуку как текущую рабочую директорию. Так. У меня интернет отключился. Он не отключился, но звук очень дерганный и очень тяжело воспринимать, что вы говорите. Сейчас попробую переключиться на телефон. Тем более вы говорите столько разных сложных слов. Слов. Секунду. Так, меня слышно сейчас? Слышно, слышно. Будем надеяться, что слышно будет и хорошо. А, сейчас. А, я не переключился. Сейчас еще раз попробую. Во. А вот сейчас слышно? А, сейчас слышно? Раз, раз, раз. Слышно меня? Вас до этого было слышно? Мы очень надеемся, что лагать не будет в смысле вот прерваться, как будто вырезается слог один. Окей, я понимаю. Нет, я сейчас просто переключился на интернет, который дает мне мой телефон, и поэтому меня могло бы перестать быть слышно, даже если раньше было слышно. Вот. Итак, значит, о чем я говорил? Я говорил о том, что один из способов сделать так, чтобы вы знали, где находятся те файлы, с которыми вы сейчас работаете, и чтобы вы могли с ними работать, это просто найти нужный каталог вот здесь, и после этого просто в него перейти, а потом сделать set as working directory. Что делать, чтобы символы русского алфавида нормально отображались в таблице? О, это хороший вопрос. Есть две причины, почему могут быть проблемы с восприятием кириллицы. Первая причина, оно могло бы прочитаться неправильно, и, может быть, вам поможет вот такая штука. Значит, если вы явно добавите вот сюда, вот encoding QTF-8. Другая вещь, с которой вы можете столкнуться, это то, что оно считалось-то правильно, а отображается нет. И это может решаться с помощью вот такой вот штуки. Вот. Я не знаю, нет, не сработает так. Ну, да, вот, например, что-нибудь вот в таком вот роде. Вот, скорее всего, что-то из этого может помочь. Ну, может не помочь. Так, помогло, нет? Да, первый способ помог. Хорошо. Ну, это просто зависит от операционной системы. То есть под Windows, возможно, система ожидает, что файлы будут закодированы не в UTF-8, а в CP-1951 – это другая кодировка для кириллических символов. Вот. И поэтому он пытается считать неправильно, поэтому потом неправильно отображает. Вот. Ну, и, собственно говоря, давайте посмотрим, чего у нас тут такое получается. Получается табличка. Для получения доступа к столбцам этой таблички нужно использовать вот такой синтаксис. Вы пишите доллар и дальше после доллара пишите название столбца. Вот, например, я получил столбец с годами рождения людей, которые поучаствовали в сборе данных. Вот. Вот эта вот штука – это уже честный аровский вектор. То есть мы перед этим долго говорили про векторы. Но это потому, что, на самом деле, датафреймы, они вот созданы из этих векторов. Каждый столбец – это вектор. Значит. Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь другой вектор. Например, допустим, вот у меня есть вектор стимулос. Это слово, которое человек должен был прочитать. И это в данный момент вектор. Но вот если внимательно посмотреть, что это такое за вектор, то это не вектор строчек. Ну, вот давайте я возьму, допустим, первый элемент. Вот эта вот штука – это, на самом деле, не строка. Дело в том, что в R есть специальный тип данных, который называется factor. И обозначает он то, что в статистике данных называется категориальной переменной. То есть это просто такой столбец, в котором записаны значения, которые просто взяты из конечного множества. Но в данном случае у нас было всего 9 слов. И вот в этом столбце может встретиться одно из этих 9 слов. Значит, вот эта штука – это, строго говоря, не строка, потому что с ней не работает обычная строка операции. Но мы можем превратить эту штуку в строку. Для этого нужно использовать функцию sCharacter. Вот так вот я, например, могу превратить мой столбец, вектор из категориальных переменных, превратить его в вектор из просто строчек обычных, честной строчки. У меня сразу был в виде вектора в строчек. У меня не было кавычек изначально, например. А, у вас изначально не было… Значит, эти переменные не превращались в факторы. Такое возможно. Это может зависеть… Я, честно говоря, не знаю, какие у меня сейчас библиотеки здесь были включены. И от этого тоже это может зависеть. Но в любом случае, давайте я скажу, что вот в R можно преобразовывать данные из одного типа в другой. Ну, точно так же, как и в питоне. Но в питоне для этого вы просто пишите название соответствующего типа. А в R есть семейство функций, которые начинаются с s. И дальше после точки написано название типа. Numeric, character и так далее. Надо сказать, что точка в R не имеет никакого специфика. Специального смысла она просто является… Довольно часто она выполняет те же функции, которые выполняет нижнее подчеркивание. Когда вам нужно разделить несколько слов в каком-то идентификаторе, в названии переменной, названии функций, вы можете поставить точку, и это будет корректно. Никакого специального смысла в этой точке нет. Поэтому многие функции называются вот так, типа s.correct. Вот. Ну ладно, это, собственно говоря, тоже отступление. Давайте еще раз посмотрим на эти данные. Значит, я сказал, что мы можем брать столбцы через доллар. Как бы мне получить строчку? Ну, во-первых, надо сразу сказать, что столбец – это всегда однородная штука, собственно говоря, поэтому она представляется в виде вектора. Ну, это по смыслу так, потому что в статистике у вас, как правило, столбцы – это какие-то переменные, какие-то характеристики каких-то объектов. А строчки – это какие-то объекты, какие-то наблюдения. И поэтому столбец, он обычно имеет одинаковый тип. То есть если это год, то значит у всех людей будет год. Это какое-то число. Вот. А строчка в таблице, она вообще говоря неоднородная. У вас, видите, здесь есть строковые данные, есть числовые данные. В общем, есть целая комбинация. Поэтому в качестве результата, если я хочу взять строчку, то я не получу вектор, я получу, собственно говоря, снова DataFrame. Давайте посмотрим, как это работает. Работает это вот так. Значит, я в квадратных скобках после имени DataFrame написал один запятая и получил соответствующую строчку. Надо сказать, что если бы я забыл бы написать вот эту запятую, то я получил бы вместо этого столбец с заданным номером. Запятая, она как бы означает, что… Ну вот элемент… Я могу взять из таблицы элемент с заданной строчкой, с заданным столбцом. Например, вот так. Соответственно, если я там, где должен был написать столбец, ничего не написал, то это означает, что меня интересуют все столбцы. То есть меня интересует вся строчка целиком. Ну и на самом деле есть разные способы, как выбирать куски таблиц. Например, я могу сказать, что я хочу оставить от этой таблицы только, допустим, первые 10 строчек и столбцы только столбец Speaker и Year. Делается вот так. То есть, в принципе, те способы выбора элементов из, допустим, из векторов, которые мы раньше использовали, здесь тоже работают. Значит, но при этом у нас столбцы имеют не только номера, но еще и имена. В данном случае я попросил выбрать столбцы с заданными именами. Но можно было бы и номерами. Можно было бы и номерами, да. Значит, можно было бы сделать, например, так. Не уверен, что то же самое получится. Я не помню, какие там номера вы. Вот. Ну, давайте что-нибудь повеселее сделаем. Значит, вот есть у меня этот DataFrameDat. Давайте я теперь, допустим, хочу из этого DataFrame вытащить всех людей, которые родились после 1970 года. Как вы думаете, как это сделать? Нет. Ну, взять те данные, которые нам нужны, вот как вы выше показывали, и написать что-то типа как у вектора, больше, чем 1970. Ну да, на самом деле просто вот так. Ну, только не так. Что нужно сделать, чтобы этот код заработал? Может сказать, что там строчку, ну, что вводить имена людей, спикер. Может быть, ER имеет тип неинтовый? Нет, интовый. С ER все в порядке, он нормально считался. На самом деле это… Сделайся это вектором? Это моя стандартная ошибка, я забыл запятую. Дело в том, что вот этот запрос, он сейчас запрос про строчки. И поскольку он запрос про строчки, то это означает, что если меня… То, что относится к строчкам, это то, что относится к первому индексу. У каждой ячейки два индекса – строчка и столбец. И то, что относится к строчке, относится к первому индексу. Поэтому я должен сказать, что вот это вот я пишу, это я делаю выборку именно по строчке. А опять же, по столбцу меня интересуют все столбцы, поэтому я должен поставить запятую. Ну, вот, пожалуйста, получились все люди, которые родились после 70-го года. А если хочется только их имена, например, то надо после запятой написать спикер или, ну, соответствующий столбец. Да, еще есть такая возможность. Например, если я хочу, наоборот, все кроме имен, то я могу сделать вот так. Нет, не могу. Ну и ладно, более-то и хотелось. В Tidyverse могу. Вот. Ну, что вам еще показать? Да, ну, естественно, если я хотел бы, то я мог бы, например, добавить новый столбец. Вот, скажем, допустим, у меня здесь есть год рождения, а я хочу добавить новый столбец под названием возраст. Я могу это сделать вот так. Значит. Как посчитать возраст человека? Ну, так, с точностью до года. Нужно взять текущий год, вычесть год рождения. Вот я таким образом добавил новый столбец в мою эту самую табличку. Опять же, заметьте, что есть никакой магии, в том смысле, что когда я пишу вот такую вещь, ну, что происходит? Опять же, вот эта штука, это просто вектор, и я делаю операцию с векторами. Операция с векторами происходит поэлементно. То есть я из 2022 вычитаю по очереди каждый из элементов вот такого вектора и получаю какой-то новый вектор. И этот новый вектор я объявляю дополнительным новым столбцом в моем исходном датафрейме. А можете сказать какие-то слова про редактирование как раз вот этих датафреймов и присваивание, дублирование, присваивание, редактирование? Ну, во-первых, в отличие от Python, в R нет вот этой вот проблемы, что для того, чтобы создать копию перемен, это нужно как-то специальным образом это делать. То есть вот если у меня есть какая-нибудь переменная, неважно какая, может быть датафрейм, может быть вектор, если я сделаю вот такую штуку, а теперь модифицирую, допустим, сделаю вот так, то век один останется неизменным. То есть вот в R вот такая операция, она все-таки создает копию моего объекта, точнее на самом деле там как-то очень хитро. Вот эта операция, может быть, не создает копию объекта, но вот эта вот штука, она знает, что она происходит именно с вот этой переменной век, а не с вот этой переменной век один. Вот. Значит, в целом редактирование датафреймов, ну, вот так вот, чтобы прям взять датафрейм и поменять в нем одно значение, такое можно делать, допустим, вот мне вдруг захотелось переименовать первого спикера в какого-нибудь другого спикера. Это можно делать и… ну, да, нельзя, потому что у меня сейчас колонка спикеров, это колонка, которая состоит из факторов, и я пытался присвоить этому фактору, присвоить значение, которое там не было предусмотрено. Ну, давайте ее превратим в строковую. Вот так я могу просто переписать колонку. И теперь… Ну, вот теперь я хотел добавить… Товарищ, с таким именем я добавил. Вот. Ну, такое редко, когда приходится делать. Чаще приходится делать какие-то операции, типа, там, почитай, какие-нибудь средние, по каким-нибудь группам, что-нибудь такое. Но вот это, надо сказать, проще делать как раз с помощью T-Diverse. Но до T-Diverse мы, может, когда-нибудь дойдем. Но, кажется, на финансах вам этого и не понадобится, скорее всего. Вот. Ну, вот, как-то так. Давайте, может быть… Значит, время у нас более-менее закончилось, но если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать, я могу попробовать что-то еще прокомментировать. Можете открыть второй вариант исправления кодировки, а то первый не сработал. Так, исправление кодировки. Вот две строчки, которые вам, может быть, пригодятся. Спасибо. Можете посмотреть? Я вот вам скриншот отправила, в ошибке, который выдавала. Да, сейчас посмотрю. Так. А, я понял, кажется. Нет, не понял. Ну, короче говоря, смотрите, ругается он на те строчки, где у вас написан backslash, 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 R. Не знаю, почему он на нее ругается. Казалось бы, это просто начало этого самого чанка. Но, в принципе, если вы посмотрите, что у вас сейчас в игроке, в игроке у вас 5. Вот эта строчка у вас как раз прошла. А ругается он на что-то соседнее. Посмотрите, может быть, у вас там выше не закрылся какой-нибудь чанк. Ну, а потом, когда я попросила вывести игрок, он его не выходит. Сейчас. Сейчас. Давайте мы вот что сделаем. Давайте я пока что свою эту штуку остановлю. Можете расширить свой экран? Я сейчас посмотрю. Игорь не выводит. Сейчас. Можно я попробую сделать вот такую штуку? Что здесь такое? Так, хорошо. Попробуем так. Значит, я пытаюсь добавить чанк. Агаровский. Делаю 2 плюс 3 и его запускаю. Так работает. Так тоже работает. Хорошо. Что у нас здесь происходит? И так работает. Хорошо. Что здесь произошло? И так работает. Смотрите, мне кажется, что вы как-то не так запускали. Значит, чтобы запустить ячейку, нужно нажать либо Ctrl-Enter, либо тыкнуть вот сюда вот. Run current chunk. И тогда все срабатывает. Да, но я Ctrl-Enter нажимала. Хорошо, ладно. Ну, попробуйте еще раз нажать. Теперь можете запустить. Теперь можете следующую запустить. Сейчас. Попробуйте нажать Ctrl-Enter в тот момент, когда курсор стоит не в начале чанка, а прямо внутри чанка. Вот здесь вот, видите, все работает. Понятно, спасибо. Так, еще вопросы. Катировка не исправилась. Бывает. Говорит неправильный аргумент category со вторым вариантом. Первый он вежливо проигнорировал. Сейчас, что он говорит, потому что он не знает, что такое LCO. Это вообще интересно. Можете расширить? Да. Сейчас RStudio. Вот он. Нет, не он, да? Вон он, вижу. Так, неправильный аргумент категория. Там должна быть all написано всеми большими буквами, кажется. Ну, вот. Ну, сейчас я, если я правильно вижу, то там две буквы L маленькие. Вот, видите, совсем другая ошибка. Так, не нравится UT8. А если без минусика? Ну, сейчас пойду гуглить. Так, что мы хотим. Что мы хотим. У вас Windows, да? Да. Windows UT8. Естественно, я попадаю на вопрос на Stack Overflow, который содержит все посещенные ссылки. Убунт. 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 Кирилл, какая Y с… ну, сис? Нет, это английская. Кирилл, какая Ирина. Кирилл, какая Ирина. Кирилл, какая Ирина. У меня файл, ну, вот, я его просто закинул, ну, в ту же папку, в которой AR находится. А, о, что, что, что вы сделали? Минусы про него очередной раз. А, поставили? Наоборот поставил. Если не работает так, то нужно сделать по-другому. Комбинаторика. Да, типа того. Так, хорошо, еще вопросы? Можно спросить, как можно AR выучить адекватно? Есть ли какой-то, не знаю, ну, сайт, где находятся все операции, все возможные библиотеки? Ну, нет, ну, в такой постановке вопроса это дело нетривиально. На самом деле, суть в том, что вам-то, на самом деле, от AR нужен какой-то довольно небольшой кусочек. Ну, так, хорошо, AR я сам не знаю. Например, там, я не очень хорошо знаю объемную модель AR. Но мне хватает. Но, в принципе, для базовых вещей, собственно говоря, которые вам на первых порах, скорее всего, понадобятся, может быть, полезно, я вам пришлю ссылочку, я, может быть, даже подключу вас. Значит, на DataCamp есть простой курс, такой совсем вводный AR. Можно его посмотреть. Там есть некоторый просто набор упражнений. Я думаю, что я так и сделаю. Только мне нужно доступ туда получить, чтобы это бесплатно было. Вот. Так у меня прям совсем хорошего ответа нет. Как правило, вы просто начинаете что-то делать, и оно, начиная с какого-то момента, начинает работать. По идее, нам must have, надо выучить Python, SQL, который тоже будет здесь, да, на курсе? Ну, нет, ну, как бы много чего нужно выучить. То есть, полезно знать AR, Python, как минимум. SQL тоже полезно. Все выучим, рано или поздно. Ну, вот. Ну, с AR, я говорю, что у вас тут сейчас как бы задача состоит в том, что... Не в том, чтобы прям выучить AR хорошо, а в том, чтобы, по крайней мере, освоить те штуки, которые вам нужны для того, чтобы... Вам нужно выучить ту часть AR, которая вам сейчас понадобится. Ну, вот сейчас я рассказывал про какие-то совсем базовые вещи, но, по крайней мере, эту базу полезно знать, потому что без нее совсем будет как-то тяжко. Вот. Но я не все рассказал. Например, я не рассказал про листы, которые в AR совсем не такие, как в Python, а больше похожи на питоновские словари. Ну, может быть, еще расскажу. Ну, смотрите, значит, если у вас там накопятся какие-то вопросы или даже не накопятся, просто возникнут, вы мне пишите, я, может быть, еще какую-нибудь консультацию устрою, или еще одно занятие посвятим AR, не проблема. Можно еще спросить, а если бы вот была у нас таблица с данными, мы там создали, например, какие-то новые перемены или что-то там с толцами или с руками сделали, а можно только как бы отдельным файлом вот эту новую таблицу сохранить? Да, конечно, можно. Есть команда, но есть read.csv и есть write.csv, и вы можете просто сохранить ваш файл в новую csv-шку после того, как вы его преобразовали. Ну, и не обязательно csv-шку, можете в Excel-ку сохранить. В принципе, AR читает и пишет, ну, точно читает Excel-евские файлы, по крайней мере, xlsx. Не помню, во что он умеет писать, но, в принципе, Excel умеет читать csv-шки. Здесь более-менее взаимозаменяемый формат. А еще вот нам говорили про R-markdown, чтобы, видимо, там был и код написан, и то, что он выводит. Собственно говоря, вот тот самый текст, который я сейчас писал, та самая среда, в которой я сейчас работал, давайте я ее верну. Вот это вот и есть R-markdown. Точнее, это R-ноутбук, это такая интерактивная версия R-markdown. То есть я мог, ну, то есть я писал вот эти вот ячейки, но, в принципе, я мог бы писать здесь какие-то комментарии. Вот, и дальше я мог бы это все скомпилировать. Вот я могу нажать превью, и он мне сейчас выдаст такую страничку. Вот, значит, он выдает страничку, которую я могу, ну, во-первых, это просто HTML-ка на самом деле, но, в принципе, я мог бы из этой HTML-ки сделать там и, вот я мог бы сделать, допустим, вардовский документ, или мог бы сделать, ну, чтобы сделать PDF-ку, мне нужно ее там, она через тех ее перегоняет, это нужно быть уверенным, что тех нормально сработает, он там с кириллицей, например, плохо работает. Но, по крайней мере, в HTML-ку или вардовский формат можно сконвертировать. Вот вы когда новый файл открыли, вы открыли ноутбук, да? А вот там не надо маркдаун открывать. Это то же самое. Ну, как бы результатом вот этой вот штуки, в общем, является тот же самый р-маркдаунский код, просто он немножко по-другому с ним работает. Ну, вот, пожалуйста, хорошо, я сейчас сделаю р-маркдаун. Вот это вот то же самое. Я, честно говоря, вообще не знаю, есть ли сейчас какая-то разница между ними, потому что точно так же здесь есть эти чанки, которые можно запускать. Мне кажется, что сейчас более-менее нет разницы. Понятно, спасибо. А домашка когда появится? Значит, сегодняшняя домашка появится сегодня, ближайше вечера. Она, правда, про Python будет пока что. У меня есть еще вопрос. Вот, ну, когда оно в PDF компилируется, то там, грубо говоря, именно теховский файл стандартный. А если я, например, хочу как-то заморочиться и поменять дизайн, то как это делается? Ну, например, как в преамбулах. Значит, во-первых, можно менять преамбулу. Вот здесь вот в начале этого Rmarkdown или R-ноутбукского файла есть вот эта вот часть. Вот эта часть, она, на самом деле, написана сама на языке разметки, который называется YAML. И это надо Markup Language. И, значит, сюда можно добавлять какие-то теховские команды. Я никогда не помню, как. Ну, сейчас, может быть, если открыть какой-нибудь мой файл. Вот. Вот можно добавить, вот, например, вот я добавил каких-то команд таким вот образом. И они просто добавляются в начало вашего теховского файла. Если заморочиться, то можно разобраться с тем, какой шаблон теховского файла он использует, и подсунуть ему свой шаблон. Честно говоря, я время от времени это делаю, и довольно часто это, ну, то есть, каждый раз это вызывает какие-то трудности. Я каждый раз не помню, как это делать, и каждый раз у меня это не с первой попытки получается. Но, в принципе, это возможно. То есть, он просто берет там из каких-то своих недр, достает исходник, значит, теховского шаблона, и дальше просто его использует. Можно его поменять, все, что угодно можно сделать. Понятно. Еще как раз тоже по оформлению, когда генерируются разные графики, их как-то можно увеличивать, уменьшать в итоговом документе? Ну, в принципе, в Rmarkdown он делает примерно так. Он считает, что по ширине, ну, вот, по крайней мере, вот, в HTML, которые в результате получаются, значит, по ширине он делает просто как можно более широкий файл. Высота там как-то регулируется. Вот можно с помощью вот этих вот штук, вот здесь вот, можно добавлять всякие опции. И, в частности, можно добавлять опцию про размеры картинок. Например, здесь есть опция типа height. Вот, если вы этот height подредактируете, то можно сделать картинку выше-ниже. Ну, то есть более высокая или менее высокая. Понял, спасибо. Вот, кстати, это, кажется, ноутбук с моего прошлогоднего рассказа про R. Да. Спасибо. До свидания. Вот, хорошо. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Kun. Продолжение следует...